Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет обзор книг «Советы современным девчонкам на все случаи жизни». Как прекрасно быть девчонкой с модным платьем и юбчонкой, с модной шляпой и бантами и прекрасными глазами. Как же сложно быть девчонкой, модной, успешной и неотразимой. У каждой современной девчонки возникает множество вопросов. Как быть стильной и привлекательной? Как стать обладательницей великолепной стройной фигуры, чудесной кожи, пышных шелковистых волос? Как правильно подать себя? Как легко находить общий язык с окружающими тебя людьми? Узнать, как добиться своей цели? Ответы на все твои вопросы ты можешь найти в наших книгах. Как же стать красивой? Первый шаг к совершенству – это правильное питание. Правильное питание – это залог долгой и беспроблемной жизни для любого человека. А чтобы правильно питаться, никаких сложных мер предпринимать не надо. Главное – есть туиду, которая не вредит организму. Продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами. Подходить к своему питанию надо выборочно, с умом. И тогда можно питаться не только вкусно, но и полезно. Однако нельзя забывать и другие принципы – здоровое и правильное питание. Не переедать, приемы пищи только с чувством голода. Дробное питание не менее четырех раз в сутки. Не есть перед сеном, пить много воды. Если соблюдать и несложные принципы, то удастся следить за своим весом и быть всегда в прекрасной форме. Второй шаг – здоровье и красота. Подростковый возраст – это новый, важный период в жизни каждой девочки, когда организм перестраивается и достигает биологической зрелости. Его называют подростковым или пубертатным периодом. Это переход от детства ко взрослой жизни. Начинается интенсивный рост организма, а также меняется форма тела. В это время возникает множество вопросов, ответы на которые можно найти, познакомившись с энциклопедиями для девочек. В подростковом периоде также возможно появление вредных привычек. Вредные привычки – это алкоголь, курение, наркомания. И вредные привычки – это злейший враг красоты и здоровья. Они разрушают не только физическое здоровье, но и психику. Надо беречь себя от вредных привычек. Третий шаг к красоте – физические упражнения. Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что физические упражнения очень полезны. Они сжигают лишние калории, помогают стать сильной, гибкой, энергичной, защищают от болезней и одновременно позволяют сбросить накопленную усталость. И если даже не наградила нас природа внешностью Афродиты, ее можно достичь с помощью физических упражнений. Конечно, можно записаться в фитнес-центр, заниматься под руководством тренера. Но можно создать и фитнес-центр у себя дома, выбрать упражнения, которые подходят тебе, и заниматься для здоровья, красоты и хорошего настроения. Четвертый шаг – правильный уход. Красота – это прежде всего здоровье и уход. Как же правильно ухаживать за собой? Если ты хочешь быть красивой, надо знать форму своего лица, чтобы правильно подобрать прическу и макияж, а также тип кожи, чтобы осуществлять грамотный уход за ней. Существует четыре основных типа кожи – нормальная, сухая, жирная и комбинированная. И каждая из них требует своего особого ухода, чтобы выглядеть красивой и молодой. Глаза – это зеркало души, а еще отражение внутренних процессов организма. Как же сохранить хорошее зрение? Необходим нормальный сон, хорошее освещение рабочего места, есть больше продуктов, содержащих витаминов А, беречь глазки от солнца, мечтать в постели, транспорте, ну и, конечно, не увлекаться телевизором и различными гаджетами. Весь мир в твоей улыбке. Какая же девчонка не мечтает о красивой улыбке? Ну как же сохранить зубы здоровье? Два раза в год наведываться к зубному врачу для осмотра, есть меньше сладостей, печенья, чипса, не менее двух раз в день чистить зубы, менять зубную щетку каждые 3-4 месяца. Соблюдая все эти нехитрые правила, тебе удастся сохранить свою красивую улыбку. Также важно правильно ухаживать за кожей руки, ног, пользоваться кремом и кожа всегда будет мягкой и гладкой. Волосы – это оправа для лица. Красивая прическа и здоровые ухоженные волосы могут неузнаваемо преобразить тебя, придать тебе уверенность и шарм. Правильный уход за волосами – это не только применение подходящего шампуня. Важно и полноценное питание, и занятие физическими упражнениями, режим дня, и здоровая нервная система. И как правильно ухаживать за волосами, какую правильно подобрать прическу. На эти и другие вопросы можно найти ответы в энциклопедиях для девочек. Пятый шаг – косметика и макияж. Юность – сама по себе красота. Нежная кожа, лучистые глаза, шелковые волосы. И никакой макияж, даже самый прекрасный, не сравнится с естественным цветом лица, губ, блеском волос и глаз. И в юном возрасте необходимо выбирать косметические средства, специально предназначенные для юной кожи. И важно помнить, что макияж – это не боевая раскраска, а искусство. И он должен сочетаться с цветом кожи, волос, глаз, формой лица и с одеждой. Мода и стиль. Проблема выбора. Мода на одежду и аксессуары меняется очень быстро. Существует множество разных стилей – спортивный, женственный, классический. Но следовать определенному стилю не обязательно. Выбирай, ищи свой стиль, чтобы выделиться и проявить особенности своей натуры, своего вкуса. Носи только то, в чем чувствуешь себя удобно. Найди цветовую гамму, которая подчеркивает твою индивидуальность. Покупай одежду тех цветов и фасонов, которые сочетаются друг с другом. Приобрети несколько ярких и невероятных аксессуаров. Мир твоей души. Как же важно знать, какая я? Познать себя. Какой темперамент? Характер? Существует четыре типа темперамента. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. И сам темперамент определяет поведение, настроение, эмоциональность. И в жизни каждого человека есть моменты, когда надо контролировать свои эмоции. Иначе ненужная раздражительность может вызвать обиду и нежелание с тобой общаться. А чтобы узнать, общительный ли ты человек, предлагаем пройти тебе тест. В тесте необходимо ответить да или нет на предлагаемые вопросы. Поставить себе по одному баллу за положительный ответ. И по сумме баллов оценить себя. Мир увлечений. Чем только не занимаются люди на досуге. Если ты хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, уважали и любили в компании, не сиди сложа руки, будь активна. Увлекайся чем-нибудь, и ты найдешь массу новых друзей и впечатлений. Будешь в центре внимания. Выбирай себе по душе. Чем же заняться? Танцы. Современные танцы очень разнообразны. Танцы учат грациозно двигаться и держать себя в форме. Чтобы иметь красивую фигуру, займись шейпингом, аэробикой, фитнесом. А чтобы доставить себе удовольствие, займись спортом. Плавание, теннис, волейбол, восточное единоборство. Люди с давних времен наслаждались музыкой и театром. Музыка сейчас представляет множество стилей и направлений. Ну и конечно, как же без домашнего питомца? Но помни, что ты берешь на себя ответственность за своего любимца. Он будет требовать от тебя много заботы и любви. Но в его лице ты получишь самого преданного друга. Осталось еще много вопросов? На все твои вопросы у нас есть ответы и советы на все случаи жизни. И мы все это можем найти в энциклопедиях для девочек.